Чемпионат России по плаванию Чемпионат России по плаванию Чемпионат России по плаванию Атаки на концовке нам не хватает Решить проблемы с реализацией Подопечных двукратного чемпиона России Все же удалось В концовке стартовой половины они вышли вперед А период с 29 по 31 минуту Забили 4 раза Гол гостей под зановой встречи Повлиять ни на что уже не мог Победа Тюмени 6-2 Мини-футбольный клуб Тюмень никак не может победить в Нижнем Новгороде Вслед за не самым удачным туром в рамках российской суперлиги Сибиряки уступили местным торпедовцам и в первой встрече полуфинала Кубка России Дебютный тайм не принес голов, хотя моментов соперники создали немало, но вратари были в полном порядке Первого гола пришлось ждать аж до 39-й минуты Засуху точным ударом снял игрок хозяев Иван Обжорин Основные же события матча пришлись на заключительную пятиминутку В составе Тюмени отличился Максим Емельянов Пожалуй, счет 1-1 вполне устроил бы черно-белых, но волжане были другого мнения Вновь Нижегородцев вперед вывел Азиз Муждаков, принадлежащий к слову Тюмени Из-за волжан, играющий на правах аренды Динке поставил лучший бомбардир хозяев Максим Серебряков 3-1, первый матч остается за торпеда Ответный пройдет 21 января в Тюмени Здравствуйте! Насыщенный информационный день завершаем новостями спорта В студии Сергей Шнайдер Минифутбольный клуб Тюмень никак не может победить в Нижнем Новгороде Вслед за не самым удачным выступлением в рамках Российской Суперлиги Сибиряки уступили местным торпедовцам в первом полуфинальном матче Кубка России Дебютный тайм не принес голов, хотя моментов соперники создали немало, но вратари были в полном порядке Первого гола пришлось ждать аж до 39-й минуты Засуху точным ударом снял игрок хозяев Иван Абжорин Основные же события матча пришлись на заключительную пятиминутку В составе Тюмени отличился Максим Емельянов Пожалуй, счет 1-1 вполне устроил бы черно-белых, но волжане были другого мнения Вновь Нижегородцев вперед вывел Азиз Муждаков, принадлежащий к слову Тюмени Из-за волжан, играющей на правах аренды Старались играть, выжимать от центра Вполняли установку тренерскую Но в конце команда соперника погнали трибуны Они забили какие-то свои мячи У нас тоже были моменты, мы не забили Но вот такой вот счет и получился Точку в поединке поставил лучший бомбардир хозяев Максим Серебряков 3-1, первый матч остается за торпеда Ответный пройдет 21 января в Тюмени Конечно, позволит, мы отдадим все силы Будем играть в Тюмени только на победу Будем играть, чтобы вытаскивать с этого счета Выходить и проходить дальше Будут только такие задачи Утопить ладью снова не получилось И в повторном гостевом матче чемпионата молодежной хоккейной лиги С командой из Тольятти Тюменский легион толком не сумел навязать борьбу Но хотя бы уехал домой не с нулем в графе заброшенные шайбы В первой встрече тюменцы уступили 0-4 В повторном поединке место в воротах гостей занял Станислав Пылаев Среди полевых были лишь небольшие корректировки Легионеры намеревались брать реванш теми же силами, на которые рассчитывал днем ранее В целом-то менять ничего в принципе не стали Поговорили только с ребятами над ошибками Но, к сожалению, эффекту у нас не дало Получилось даже хуже немного Уже в первом периоде ладья втрое перебросала тюменцев Счет на 17-й минуте открыл Андрей Лагунов Форварду дали непростительно много свободы Он выехал на пятак и красиво разобрался с голкипером Во втором отрезке хозяева убили интригу за 4 минуты Сначала, после броска защитника Руслана Садрединова Тюменцы отбросили шайбы вновь ему же на клюшку Повторная попытка оказалась голевой А затем отличился Дмитрий Белинчук Ему пытался помешать защитник Легиона Артем Руденко Но помешал рикошетом от своей клюшки лишь Пылаеву Чуть скрасил период дебютный в карьере гол на уровне МХЛ 17-летнего форварда Сибиряков Айрата Хучукова Но в третьем отрезке лидер Волжан Станислав Рангаев Восстановил комфортный перевес Поединок завершился со счетом 4-1 И это при 46 сейвах Пылаева и отраженном им буллите Я думаю, что эмоции все-таки сказали Ребята молодые Где-то нестабильно сыграли Все наложилось одно к одному И физика, и эмоции хотели выдавить как можно больше Но, к сожалению, не удалось Итоги 2020-го для Тюменского легиона 8 побед в 38 матчах Новый год команда встретит на 13-м месте Среди 15 коллективов Востока Первые январские игры Сибиряки проведут 7 и 8 января В Магитогорске с остальными лисами Заключительные в этом году матчи чемпионата Российской волейбольной высшей лиги Б Команда Тюмен-ТюмГУ проводит дома Первыми соперниками сибиряков в родных стенах Стал клуб ИЖГТУ Динамо Удмуртская команда по ходу сезона набирает обороты И к матчу с хозяевами паркета Подошла на втором месте в таблице И свои амбиции продемонстрировала в деле Особых проблем эта встреча динамовцам не принесла Тем более тюменцы вышли на матч в экспериментальном составе Если для ижевских волейболистов Главная цель на сезон медали То для сибиряков подготовка резерва Так что в первой партии борьбы не получилось от слова совсем Хозяева набрали лишь 10 очков В первой половине игры мы выдержали подачу Хорошо подавали, они не справились с приемом А дальше уже блоком зацепили И хорошо атаковали на краях Постепенно тюменцы улучшили игру Но такого уровня все равно не хватило Для того, чтобы серьезно потрепать нервы сопернику Хотя до середины и второго, и третьего сета Оппоненты шли вровень В дальнейшем же просто сказывался Более высокий класс бело-голубых Счет в двух последних партиях В их пользу получился идентичным 25-17 Может быть к залу еще не привыкли Это же не наш родной зал Подача не полетела В приеме много ошиблись Ну и в принципе уже не были готовы даже победить Выходили с грустными лицами И мне кажется даже не были готовы Настраиваться на победу В рамках домашнего тура Тюменцам предстоит провести еще 4 игры По два раза их соперниками станут Динамо МГТУ из Майкопа И Краснодарский ЦОП Эти команды подопечным Юрия Короткевича Определенно по зубам Да, настрой будет совсем другой Это наши конкуренты по таблице Которых мы должны обыгрывать И мы будем настраиваться только на победу Что вы знаете о мотивации? Если проводить из-за пандемии всего один поединок в год На кону стоит очень многое Тем более если биту тебя дают против соперника Двумя месяцами ранее без борьбы Забравшего твой титул Тюменский боец ММА Роман Мухамешин Крупкие с Артемом Груздовым Из Рязани Подходил, будучи даже не по спортивному злым А буквально находясь в ярости И соперник это очень быстро почувствовал Сибиряк должен был встретиться с Груздовым Еще в октябре В финале масштабного всероссийского проекта Путь в Ар-Си-Си Оба на пути к решающей битве Выиграли по два поединка И готовились сразиться за право Оказаться в крупной промоутерской компании Но свои планы нашлись у соперника Хоть и незримого, но крайне опасного В ситуацию вмешался злосчастный ковид-19 Перед финалом я усердно готовился так же И заболел короной Слег дома Потерял 5 килограмм в постели Тяжело переносил болезнь Организаторы Нормально приняли это Но тем не менее Победу в финале отдали ему Победу в проекте Однако интерес к бою остался И когда Роман поправился То сумел добиться Чтобы его рандеву с рязанским спортсменом Все же состоялось Поединок назначили на середину декабря Готовился тюменец как никогда Ровно год назад он деклассировал Чеха Давида Козьму И с тех пор на профессиональном уровне Не выступал Перед этим боем я очень много работал Над вносливостью Я полтора месяца вообще не ел сладкое Я серьезно к этому подошел Много работал борьбой Боролся Мой соперник Показывал себя как вносливый парень Сильный физический Который любит бороться Любит давить все время Я к этому готовил себя Чтобы не было проблем в поединке И на тренировках на меня работали По пять человек Ребят за сто килограмм Которые физически очень сильные Обладают большой массой Я привыкал к этой массе Для того чтобы Мог свой вес грубо говоря не чувствовать Поединок прошел В Екатеринбургской академии Единоборств В рамках международного турнира РСС-8 Бойцам отвели по три раунда Но столько Мухамедшину и не понадобилось Уже в первом Он успел сначала прощупать Тактику соперника Затем увидеть его слабые стороны И составить в голове план уничтожения После чего притворить его в жизнь Не дать не взять Шерлок Холмс из фильма Гая Ричи Дал ему понять что буду атаковать справа Он начал реагировать Я нанес удар по печени У него чуть спустился локоть И второй повторной атакой Я опять правую показал И он среагировал на нее И я уже бил не по печени А ударил по бороде Удар зашел точно в цель Разнообразие ради и надежности Для упавшего соперника Роман сначала окончательно Дезориентировал серии добивающих ударов А затем спокойно провел удушающий прием Чистая победа Которая заметно подняла акции Мухамедшина В мире ММА Амбиции у тюменца Тоже простираются довольно далеко Вообще мои цели Проявить себя за рубежом Я хочу попасть В мировые лиги В лучшие мировые лиги UFC, Белатра Дай бог это получится сделать Не знаю Сколько мне придется проделать еще работы Для того чтобы это случилось Сколько выиграть боев А может быть и получится сейчас это сделать Не знаю Поединок в Екатеринбурге Стал для Мухамедшина Одиннадцатым в ММА И девятым победным Также Роман Трехкратный чемпион Европы По панкратиону А помимо этого В Тюмени он руководит Спортивным клубом ММА Центр И негативные последствия Коронавируса ощутил Не только как боец Но и как функционер Случился только откат Получилось так Что мы начали терять тренеров Некоторые тренеры Вынуждены были идти Работать в другие Какие-то места Другие сферы Так как залы были закрыты Из-за пандемии Нельзя было работать Наверное еще никогда Новогоднее желание Представителей разных профессий Раз и религии Не было столько единым Вот и для тюменских бойцов Сейчас главное Чтобы миновала пандемия В конце концов С любым видимым соперником Они справятся На сегодня о спорте все Еще больше информации Вы всегда можете найти На сайте До свидания Субтитры сделал DimaTorzok